В рамках секции образования Международного культурного форума вспоминали уроки истории и делились друг с другом опытом. На одной из площадок СПБГУ прошел круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия Запада с Востоком. Эксперты уверены, России, Индии, Ирану, Китаю, Южной Кореи и Египту в эпоху перемен важно обновить культурные связи. Но как понять, что время для изменений уже настало? Это такое состояние, когда есть предчувствие перемен, что сейчас что-то произойдет, что уже жить так, как раньше нельзя, но как жить дальше еще не совсем понятно. И поэтому это, конечно, состояние поиска в первую очередь. И потом такое ощущение, что вы жили в эпоху перемен, оно, в общем-то, наступает потом. Культурные связи России со странами Азии неизбежны. К такому выводу пришли участники. Но пока культура этих стран занимает в России не самое заметное место. Из-за недостатка каналов связи, например. Один из самых перспективных партнеров — Китай. То, что было, допустим, после культурной революции, когда экономика была китайская в руинах. И что сейчас мы видим, ну, конечно, надо понимать, что были резервы вот этой цивилизации, которая смогла эту большую проблему решить, восстановить свою страну. Китай действительно открыт для сотрудничества в области кинематографа, литературы и живописи гораздо больше других восточных соседей. Это важно в период синтеза культур. Сейчас давать оценку этому времени пока рано, но Восток и Запад уже взаимодействуют. Смысл их диалога — взаимопроникновение культур без потери самобытности.